Велотренажер горизонтальный и вертикальный. В чем отличие? Для кого подходит горизонтальный велотренажер, а для кого подходит вертикальный? Кому вообще это нужно? Занимайтесь своим здоровьем, занимайтесь своим внешним видом, уделите этому внимание и все будет в порядке. Физкульт привет друзья, с вами Сергей, магазин Мускулшоп. Сегодня в этом видео мы поговорим о велотренажере. Несколько раз в комментариях меня спрашивали, чем отличается горизонтальный велотренажер от вертикального. Хочу прояснить немножко эту ситуацию. Какие вы привыкли видеть велотренажеры? В залах стоят тренажерных и в принципе основная масса велотренажеров вот такого плана, как вы видите сейчас здесь. То есть обычный тренажер, сидение, две ручки, залитесь и занимайтесь. Но есть еще тип велотренажера горизонтальный. Их редко можно увидеть в залах тренажерных, их можно увидеть чаще в больницах, в реабилитационных центрах. Сегодня поговорим для чего же и для кого нужны тот или либо другой тип тренажеров. Второй тип чаще используется для реабилитации, для восстановления в основном. Потому как, вот у меня был пример, в случае у нас человек взял, ну как мужчина возраст 50 лет, не считаю, что это там какой-то запредельный возраст. Это, скажем, мужчина в самом развитии сил. Он купил велотренажер сперва вертикальный вот такой. Занимавшись немного, он понял, что ему, его он не совсем устраивает. В плане, ну, по состоянию здоровья немножко не подошло ему. И потом он заказал у нас горизонтальный велотренажер. И мы привезли. И он, в принципе, после того, как начал заниматься на горизонтальном велотренажере, в целом остался доволен этим тренажером и до сих пор занимается. Разделим, для кого вообще нужен и подходит горизонтальный велотренажер, для кого вертикальный. Вертикальный я бы посоветовал людям, у которых все нормально в плане физического состояния здоровья. То есть просто нужно сбросить, к примеру, лишний вес, похудеть и, ну, естественно, потренировать там свое сердечко, сосуды. То есть в целом укрепить состояние сердечно-сосудистой системы. Отлично подходит для этой цели велотренажер. Но, опять же, если вы весь день сидите... То есть у вас сидячий образ жизни и вы весь день проводите сидя, то есть я бы поэтому не советовал тогда в таком случае велотренажер. Лучше посмотрите на орбитрек. Как выбрать орбитрек, тоже есть ссылочка и можете посмотреть. То есть вы взяли велотренажер, занимаетесь, все классно. Горизонтальный велотренажер. Кому он подходит? У нас их не так часто берут. Кстати, по этой же причине их и нет в магазине. Они используются в основном людям... Вот инсульт, инфаркт кто-то беремет. После каких-то серьезных заболеваний, травм, то есть когда человек не может просто спокойно сесть вот на велотренажер и сидеть и заниматься, да. В этих случаях люди тяжело спину им держать и они поэтому берут, просят велотренажер горизонтальный. Почему именно горизонтальный? Потому что у них есть сзади опорная часть под спину. То есть такая как спинка. В некоторых моделях еще есть облокотники. Облокотники либо опульсометры высоко подняты. То есть люди сидят по сути облокотившись, но при этом они могут крутить, вращать педали. В этом плане горизонтальный велотренажер дает те же преимущества, тот же эффект, что и обычный велотренажер. Но у вас имелируется нагрузка со спины. То есть вам гораздо легче заниматься. Поэтому вот горизонтальные тренажеры я бы порекомендовал людям, которые там старше 50 лет. Либо которые имеют проблемы со здоровьем. То есть это вот, я же говорю, фарт, инсульт. Либо люди с избыточным весом. То есть которым тяжело сидеть в положительное время на вот таком велотренажере. Всем остальным, начиная от 10-15 лет, можно спокойно брать обычный велотренажер и кататься. Занимайтесь просто хотя бы там 10-15-20 минут в день и вы увидите эффект, вы увидите результат. Хочу обратиться опять же к людям, которые... Часто приходят к нам люди, которые имеют избыточный вес, которые хотят как-то себя улучшить, но не могут. Ну не знаю по какой причине. Либо лень, либо нет времени. Но опять же, это все, как я считаю, это все отмазки. Всегда можно найти для себя там 10-15 минут в день. И при этом, если вы будете уделять себе время, через месяц, через два вы однозначно увидите результат. По-любому. Ну вы никак не сможете не меняться. Я вот смотрю на этих людей и не могу понять, почему они доволят себя до такого состояния. Притом, как-то это все происходит плавно, постепенно. То есть люди там в 30-35-40 лет ведут такой же образ жизни, ну малоподвижный скажем. И потом вот приходит время, и они как-то уже не замечают, что они не могут нормально ходить, не могут наклониться, поднять какую-то вещь. То есть банальные какие-то простые вещи они не могут сделать уже. Хотя они по сути ну там 40-45-50 лет даже. Я не считаю, что это большой возраст для человека. Видя на того же эти месяцы не нужно. 50 лет мужику, он в отличной форме сейчас. Я просто смотрю некоторые каналы и мне интересно вот, как люди себя любят, как люди за собой ухаживают. Вообще ну нет никакого смысла, никакого... Зачем до такого состояния доводить свое тело, я не могу понять. Вот неужели вам самим, ну я обращаюсь сейчас не ко всем конечно, а только к определенной части зрителей. Почему вы не можете найти время для себя? Занимайтесь спортом, даже не спортом. Занимайтесь какими-то физическими нагрузками. Ну тот же велотренажер возьмите. Нет денег на велотренажер, ладно. Выйдите на улицу, пройдите с пешком. 10-15-20 минут. И даже не зря же рекомендуют ходить по 3 км в день. Это довольно, ну в принципе небольшое расстояние. Отделяйте себе время и все будет в порядке. Вы не будете знать проблем со своим здоровьем. Делайте утреннюю гимнастику, разминку. То есть я просто хочу сказать, что можно жить лучше, можно чувствовать себя лучше, если вы будете уделять время себе. С велотренажерами мы разобрались. Вертикальные для всех подходят до 50 лет. Вот я бы их так разграничил. А горизонтальные там свыше 50 лет. Либо проблемы со здоровьем. Все, два типа велотренажеров. Какие из них вам подойдут, я рассказал. Все они есть у нас на сайте. Ссылочка внизу. Промокош тоже внизу на дополнительную скидку. В принципе, все, что хотел сегодня рассказать, я рассказал. До новых встреч. С вами был Сергей. Магазин Мускушоп. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok